Диагнозы Годами, ну 8, 10, 12 лет Теперь срок диагноза Достигает нескольких месяцев Пусть даже лет, но это Прорыв, это огромный скачок Есть еще понятие вторичные иммунодефициты Когда человек не может Перестать болеть Вирусными инфекциями Микробными, там, фурункулезами У нас уникальный опыт Ведения таких пациентов И хорошие наработки Вплоть до того, что на многие годы Мы забываем, что такой пациент у нас был Пока он случайно не окажется в нашем поле зрения Примерно, вот яркий пример 5 лет назад я у вас лечил фурункулез И что? Так 5 лет не было Вот сейчас опять я прибежал к вам Что-то вроде начинается Ну это считай мы его отпустили с выздоровлением А это новый случай Это уже не рецидивирующее течение И таких случаев полно То есть вот Мы их называем иммунозависимое заболевание Когда мы видим, что иммунитет недорабатывает Нужно ему помочь А помочь это не подстегнуть, не вылечить А найти причину, которая мешает Вот дать толчок в нужном направлении И на самом деле Если человек исчезает из нашего поля зрения Значит мы попали в точку Как относитесь к достаточно распространенным комплексам Витаминов, иммуностимуляторам, БАДам Различным и действительно достаточно популярному населению Они действительно могут стимулировать иммунитет К более эффективной работе? Многие именно БАДы И они не относятся к лекарствам Еще до конца не проверены И мы не уверены Как они могут влиять на иммунную систему Лекарственные препараты Относящиеся к иммуномодуляторам И здесь все неоднозначно Мне вспоминаются слова одного профессора-иммунолога Поверьте, все как в тумане И поэтому мы очень советуем Не увлекаться данными направлениями Не специалистам А сами ко всем группам препаратов Влияющих на иммунитет Относимся очень осторожно Я допустим приветствовал приказ нашего Минздрава Чтобы многие из этих препаратов Выписались только по рецепту Это уже ограничивает Вот это бесконтрольное их применение Мы против частой стимуляции Если уж пришлось То просим, скажем так, сделать перерыв Дать тому же иммунитету восстановиться Если такая ситуация уже случилась И очень каждый раз Каждое индивидуальное назначение Всех препаратов, воздействующих на иммунную систему Должно быть строго индивидуализировано Очень хорошо продумано Поэтому мы считаем, что в идеале Этим должен заниматься иммунолог Есть вопрос к специалисту А как относитесь к народной медицине? Есть ли здесь по-настоящему эффективное средство? Таблетка действует сразу Эффект вроде бы быстрый Но и побочный эффект в такой же пропорции Травы или народная медицина Не обязательно травы Эффект будет нарастать постепенно Курсы, что часто не соблюдается Должны длиться от месяца, скажем так Ребенку тоже месяц, может не больше А взрослым два даже И эффект будет Побочный эффект разовьется Намного в меньшей количестве случаев А может быть ты его и не прочувствуешь То есть вот плюс огромной народной медицины От народной медицины К народным рассуждениям Часто, наверное, сталкивались С распространенной фразой Все проблемы от стрессов Ваше мнение? Мне больше нравится Китайская поговорка Все болезни от дурных мыслей Но стресс Это опять же Естественная реакция организма На стрессогенное воздействие То есть это наша физиология И стресс может быть как полезным Так и вредным Это зависит от его силы, мощности Продолжительности Иммунная система Она не одна Вообще специалисты называют Иммунно-нейроэндокринная система И гормоны, выделяемые во время стресса Мгновенно это чувствует иммунная система Самый ярчайший пример Видимо, 20-го столетия Во время Великой Отечественной войны Не было эпидемии гриппа Но человек все время находился в стрессе Повод задуматься Андрей Павлович, спасибо за эту порцию полезной информации Успехов в делах и здоровья вам Спасибо